Всем привет дорогие друзья, с вами Денис и сегодня мы с вами продолжаем играть в Тузу Мун. И остановились мы с вами на том, что Джонни, что Ривер дала своего последнего кролика Джонни, того самого кролика, который был синего и желтого цвета одновременно. И сейчас мы с вами продолжаем путешествовать по его памяти. Так, это у нас недостроенный дом, в котором они собираются жить. Я подкрутил настройки звука, надеюсь теперь все будет гораздо лучше и музыку вы будете слушать. Я надеюсь, что звуки сейчас все слушаете хорошо, я погромче сделал. Готов поспорить, они увидели этот утес и подумали, что он недостаточно опасен без людей, живущих на нем. Так, хорошо, надо приготовиться к этому, потому что читать придется мне много. Давайте проходить эту игру наконец, потому что она очень классная, согласитесь. Ник позвонил и сказал, что я должна прийти. Я принесла маринованные оливки, твои любимые, не так ли? Так, хорошо, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я слышал о риве. С ней все будет хорошо. Ее болезнь уже на последней стадии, к счастью, ее можно вылечить. На медицинские счета. Мы не сможем достроить этот дом, Изабель. Мы можем оплатить только ее лечением. Я рад, что она будет в порядке, но ты не представляешь, как много это место для нее значит. У нее разобьется сердце. Я бы помогла, но мы с Тедом едем сводим концы с концами после разорения магазина. Что ты собираешься делать? Я пойду и скажу ей, что мы сможем это сделать. Я скажу ей, что мы сможем оплатить все. Не хочу, чтобы она сотворила какую-нибудь глупость. Ты не должен ей врать. Ты не понимаешь, Изабель. Если она узнает, я не уверен, что она выберет. И что? Если она выберет не спасать себя ради этого места, то пусть будет так. Значит, это то, чего она действительно хочет. Мне совсем не нравится, когда люди с твоим невротипом решают за других. Ненавижу, когда ты так говоришь, Изи. Ты только и думаешь, что о ней. А как насчет меня, Изабель? После всех этих лет, разве я не могу позволить себе побыть эгоистом хоть раз? Я не хочу остаться один, Изабель. Я не собираюсь позволить ей умереть. Как высокомерно. Мне плевать. Куда ты собрался? Хочу сорвать что-нибудь с этого утеса, чтобы принести ей. По крайней мере, так ей будет уютнее. Это не значит, что твой поступок будет менее вредным. Ник хотел, чтобы я давал тебе это. Он сказал, что это называется «Всё в порядке». Ничего не в порядке. Ну, собственно, ребята, как вы, наверное, заметили, да, я обычно молчу в этих сериях. Дело в том, что я уже проходил эту игру, и это действительно прохождение. Это не ватсплей, а именно прохождение. И я просто даже не знаю, что мне с этим говорить. Потому что игра, она всё говорит сама. Вот. И вот он этот цветок вырывает. И в позднем воспоминании. Поэтому мы через него и принесли сюда, потому что он помнит этот цветок. Собственно, про эту игру очень сложно. Это одна из тех игр, в которых ты читаешь слова и следуешь за сюжетом. И в них сложно что-то комментировать. Потому что всё, в принципе, происходит как надо. Вот так, если позволите сказать. Так, шкатулочка наша музыкальная. Мы её видели в поздних воспоминаниях. Машина. Поэтому я очень часто молчу, и в основном читаю только реплики персонажей. Так уж выходит, потому что особо говорить здесь нечем. Ходим, собираем предметы и наслаждаемся хорошим сюжетом. Вот. Это то, про что это игра. И я всё ещё советую вам пройти её самим. Потому что концовка здесь очень-очень-очень-очень хорошая. Так, идеал 3 у нас, да. Я как-то это наверняка проходил в 3. Наверное. Вот так. Вот так. И вот так. Идеально. Ну, мемент эти собирать довольно легко. Так что, в принципе, игра никакой сложности не представляет абсолютно. Заметка маринованной оливки. Активирует. Я надеюсь, что вы запаслись чайочком нам себе. Потому что вот у меня сок. Потому что довольно сложно читать и ничего не пить при этом. То есть, в перерывах между этим, да. Замечательная атмосфера. Какой-то кафешка. Так вы всё-таки решились, да? Да. Начнём строить через пару месяцев. Туговато, конечно. Нам пришлось разделить платежи. Но, взяв кредит, мы справимся. Как замечательно. Дом вашей мечты в таком красивом месте. У вас тогда и свадьба была около этого маяка, не так ли? Но дело не только в этом. Нас с этим местом много связывает. Ну, приятно слышать хорошие новости. Тем более, что сто лет уже вместе не собирались. Поздравляю за вас. Да, за нас. Сейчас вернусь. Пойду по душе воздухом. И я. Ну, друг. Определённо давно не виделись. Точно. Кто бы мог подумать, что будет так непросто встретиться. Ривер всё-таки даже молчаливая, да? Да нет, вообще-то дома она довольно разговорчива. Ну, и ещё с Азабель. Думаю, она просто не привыкла к тебе. Ха. Получается, я здесь главный злодей, да? Ах, да. Ты рассказал, Ривер, про то, что тогда случилось? Да. И как она это восприняла? В целом нормально. Но кое-что меня тревожит. С того случая она начала делать этих странных бумажных кроликов. Оригами? Да, очень много. Ха, я тоже две дочки всё время оригами складывал. Что не так-то? Это не одно и то же. Она вообще ничего не делает, только кроликов складывает изо дня в день. У нас дом буквально забитый медовер. Разве Азабель не говорила, что это характерное особенность состояния Ривер? Да, но в этот раз что-то тут не так. Когда я спрашиваю её об этом, она не отвечает. Вместо этого она смотрит таким взглядом, как будто чего-то хочет от меня. И что самое странное, я тоже чувствую, будто что-то ей должен. Не пробовал спросить Азабель? Спрашиваю. Она сказала, чтобы говорила с ней, но безрезультатно. Слушай, это, конечно, не моё дело, но я вот что тебе скажу. Я тебя со школы знаю и знаю, что ты любишь накручивать мысли. Может быть, тебе всё это просто кажется, и не нужно так себя изводить. Обычно когда-то говорят, дела и правда плохи. Хм, извините. Но ты заранил во мне зерно сомнения. Может, ты прав. Может, я всегда прав, Джон. Погоди, так он сам не знает, что значит эти кролики? Забудь об этих кроликах, у нас проблемы посерьёзнее. Это ограниченная область памяти, здесь нет мемента. Не парься, может, получится вытянуть что-нибудь из него. Как? Предоставь это мне, надо навестить бармена. Добрый день, хотите чего-нибудь? Привет, дай, пожалуйста, банку маринованных оливок. Ок. Наличная или кредитка? Чек. Эм, простите, чеки не принимаем. Ох, ну, тогда запиши на мой счёт. Секундочку, у вас что, денег нет совсем? Ты так сильно напрашиваешься на сброс. Добрый день, хотите чего-нибудь? Привет, дай, пожалуйста, банку маринованных оливок. Хорошо, наличная или кредитка? Запиши на мой счёт, я сегодня гуляю по-крупному. О, спасибо, сэр. Ваши маринованные оливки. Спасибо, братуха, сегодня у тебя будут нереальные чаевые. Спасибо, сэр. Ну ты и говнюкни. Расслабься. Что я вижу? Не баночка ли маринованных оливок у вас тут имеется? А, а вы сынитель? Именно, вообще-то я сам только что взял свежую баночку. Не возражаете, если я присоединюсь? Нисколько, почему бы вам не взять стул? А прокинем по баночке. О, да, звучит шикарно. Ева, отключи симулятор вкуса, быстро. Ох, Нью, что там не лень? Моя меч будет страшной. Вот так мы заимели наш первый тостер. Ох, ох, ох. А, блин, бэ. Вы в порядке? Да, я просто смакую эти отменные оливки. Чудесные, правда. Да, не понимаю, как кто-то может считать их отвратительными. Не торопитесь, у нас еще две баночки осталось. И я говорю, эй, ты не прав. И все меня поддержали. И вот знаешь, что еще не так с нашим обществом? Да, вообще-то оно у меня с собой, а что? Покажете? Ну ладно. Вот. И... Пауза. Наконец-то, слава богу. Как оливки, Нью? Ой, заткнись уже. Стой, не смей. Да не боись еще путем. Выдишь? Все как по учебнику. Удар Халка! Нью, серьезно. Я тут пытаюсь проникнуться, а ты мне весьма строй сбиваешь. А оно того стоит. Собственно, это, кажется, письмо, которое висело на манеке, когда его закрыли. Так, идеал, это у нас четыре. Ну, это совсем просто, по-моему. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Да, ну это было совсем просто. И мы там сделали с вами. Не можем перемещаться. Там что-то, какой-то документ это, но... Я не знаю, что это за документ. По-моему, он просто будет висеть на манеке. Да, так и есть. Как видите, они уже не седые. Они молоды. Лай, шайтан! Тебе не идут такие фразочки? Какая разница? Мы в 20 миллиардах нанометров над землей стоим на гребаном флагштоке. Просто прыгай вниз. Здесь ты не можешь пораниться. Ты издеваешься? Тут, блин, парашют нужен. Нельзя оставаться здесь. Нельзя слезть. Господи, ненавижу, когда так получается. Я кляну... Ява какого... Слабак. Почему они забросили ее? Я думаю, она просто больше не нужна. Больше не нужна? Кораблям я имею в виду. Ну, знаешь, сейчас везде стоит GPS и много еще чего. Послушай, Ривер. Это место для меня тоже много значит, и я тут подумал. У нас сейчас все довольно стабильно. Если мы будем откладывать деньги, через несколько лет мы сможем позволить себе построить здесь дом. Это... Мы сможем смотреть на нее из окна. Утром, ночью. Мы всегда будем рядом. И... И мы сможем прийти сюда в любой момент. Она больше никогда не будет одна, Джон. Я смогу присматривать за ней каждый день. Да, мы сможем. Вот и славно. А не, это серьезно? Ты же понимаешь, что потом произойдет, да? Все равно, что наблюдать крушение поезда. Концовка не так важна, как все эти моменты, ведущие к ней. Самое главное, что сейчас, здесь, они счастливы. Давай двигаться дальше. Так, пойдем, ткнем на них. Нет, совсем нет. Ладно. Такое замечательное воспоминание, согласитесь. Приятное. Минутку. Они что, маяк Адий назвали? Видимо так. Выходит, что Ривер отказалась от лечения ради маяка? Не слишком ли это? Я видел вещи и более странные за время своей работы. Я тоже, но все равно никогда не смогу этого понять. В любом случае, нас это не касается. Она не наш клиент. Заметка Аня. Давайте посмотрим, что у нас за заметки есть. Аня заброшит маяк на утешь. Часы никогда не тикают. У нас всегда полное воспоминание Джонни. Любимая еда Джонни, маринованная оливки. И бумажный кролик тот, что Ривер дала Джону. Это последний ее кролик. Хорошо. Ребята, подождите. Хорошо. Так, ну зрение памяти нам собра... А, вот и кролик у нас. Да, кролик. Это мы еще не дошли до того воспоминания, где она только начнет их лепить. Кролика. Подготовить момент. Ну, приятное маленькое воспоминание. Согласитесь, что такое, знаете. Хорошее. Уютно. Эта игра вся такая, на самом деле. Она состоит из таких вещей. Вот. Ну, я не знаю. Тут совсем много еще понамешано. Идеал 5. Давайте просто диагональную посмотрим, погрузим и посмотрим, что будет. Может, я догадаюсь после этого. А, да, смотрите. Диагональную всегда нужно поворачивать, когда не знаете, что делать. Вот так вот это все. Вот и все. Это был просто. Это был очень просто. Активировать. Ревер. Так, ну, кролик мы видели. Это вот желтый бумажный кролик. Господи, опять. Так, ну, книжки вроде бы ничего нам не дают особо. Вроде бы у нас тут ничего особого нет. Так что мы сразу идем дальше. Так, ну, здесь уже наверняка будет что-то интересное. Например, вот, пианино. Старый рояль. Каким боком они смогли его наверх затащить? Кто знает, но по-любому для Тардис это было бы как два пальца в асфальт. Не думаю, она даже в дверь не пролезет. Ммм, неправда. Ну, вот и порешили. Двигать рояль, тот еще геморрой для кого бы то ни было. Можем было бы целую серию снять про то, как они его запихивали. Хотел бы я эту серию посмотреть. И я тоже должна быть эпичной. Так, это... Нет, это не музыкальная шкатулка, значит, эта штука, которая тут лишь... Может, это книжка просто. Ладненько, коробка. Новые коробки с белой бумагой. А-та-та! Я, кажется, знаю, к чему это. Ты сходила в парикмахерскую так рано с утра? Что ты там делаешь? Кроликов. Ты видел кролика, которого я оставил у тебя? Да. Расскажи мне о нем. А? Опиши кролика. Э-э-э... Он желтый. Что еще? Немного толстый. И? Ну, это просто бумажный кролик. Не знаю, что тут еще описывали. Ты странно себя ведешь, Ривер. Что-то не так? Ривер. Не знаю, как у тебя, но у меня какое-то дежавю наоборот. Думаю, я знаю, что у нее за синдром, но даже учитывая его, это слишком странно. Думаешь, она... А ты? Может быть, кто знает. Но, как ты уже сказала, она не наш клиент. Давай заниматься тем, за что нам платят. Много длинных прядей и рыжих волос. Она сама постриглась, как вы понимаете. Вот когда она начала этим заниматься, да? Кстати говоря, вот... Давайте я буду говорить места, которые нужно заполнить. Вот это место очень важное по двум причинам. Тут она начала делать этих кроликов. Это первый день, когда она начала их делать. И тут у нее короткие волосы. И фиолетовое платье. Возможно, это пригодится нам. Я вам потом, наверное, расскажу о некоторых вещах, которые с первого прохождения можно не заметить. Ну, давайте пойдем. Утконосик у нас замечательный. Подготовить мемента. Так, ну такое мы уже с вами решали, в принципе. Так ведь? Сейчас давайте подумать. Давайте подумать. Ну, я не знаю. Давайте попробуем эти повернуть. Посмотреть, что случится. От того, что я их так поверну. А, да. Ой, нет. Ну все, я идеалу протфукал. Священник. Надо плохо было. Ладно, ребят. Нет, подождите. Пять. А, я ведь обратно развернул еще. Ладно, активируем мемента. Вообще, можно было уже закончить эту серию, но я вот следующее воспоминание тоже пройду, потому что оно как бы вот с этим... Стоит его проходить одновременно. С этим, думаю, вот эту серию, там, стоило бы уложить, потому что надо бы. Да. Да, если вы поняли меня, то я надеюсь, что вы поняли. Давайте в машину зайдем сразу. Вот, может, в машину нам сразу просто воспоминать. Воспоминашку. Нет, ничего в машине у нас нет. Тогда давайте идти к маяку. В принципе, здесь за все это время ничего не изменилось. Хотя мы просто, наверное, лет 20 прошли. Или вот 15 уже. Не должно было. Здесь должен был быть дом, не так ли? Дом, который не должен был здесь стоять. Нет, ну правда, почему невероятно высокие и опасные места привлекают людей? Заметка, акрофобия. То, чем Джонни и Ривер явно не страдали. Не так ли? Да. Я еще и помню. А все, в принципе, помню почти. Так, куда нам? Нет, нам не туда, по-моему, нам надо наверх. Мы ведь к маяку идем все-таки. Зачем нам слева отходить? Ну нет, все-таки, видимо, нужно. Да. Ладненько. Именно поэтому ты в тот день подошел ко мне? Да. А что сейчас? Я думаю, сейчас это уже часть истории. Послушай, это было очень давно. Это не слишком важно, чей час. Но Вичи сказал, что я должен рассказать правду. Я не должен был портить память о нашей первой встрече. Что это? Футбек? Ты можешь докинуть его до Ани? Не знаю. Хочешь, чтобы я попробовал? А можешь? А можешь? Ривер! С ума сошел? Уйди оттуда. Я думаю, это воспоминание недалеко от последнего. Думаешь, они связаны? Возможно. Так, рюкзачок у нас есть. Ну, и река Ривер у нас будет последний. Все-таки, зачем она постриглась? Мне нравятся длинные волосы. Вот так вот. Собственно, здесь он рассказал ей об их первой встрече. И она начала с этого момента делать кроликов бумажных. На самом деле, все не так, как вы думаете. Как и сам Джонни думает, все не так, на самом деле. Оказывается, я думаю. Ну, это вот концовка. А сейчас мы с вами продолжаем проходить игру. Ну, мы заканчиваем уже. Блин, я не то повернул, что хотел. Ну, в принципе, я думаю, я в идеал не уложусь вообще ни разу. Ну, ладно. Отделать мементу. У всех это проявляется по-разному, Джон. То, что у нас один и тот же синдром, не значит, что у нас однаковые головы. Но ты же можешь чем-то помочь. Поначалу все было нормально, но теперь она замкнулась в себе еще сильнее. Даже когда мы в одной комнате, она все равно где-то там. Это начинает сказываться на мне. Я уже не знаю, как жить дальше. Ну, не скажу за нее, но многим из нас тяжело общаться. Правда, общение с жестами это совсем другое. То, что ей трудно выражать свои чувства, отнюдь не значит, что у нее их нет. Она еще там, да? Иногда тебе нужно просто верить, что ей не все равно. Это очень трудно из-за дня в день. Я знаю. Стой, изи, но ты-то вроде нормальная, нет? То есть у тебя разве не то же самое? Во-первых, мне поставили диагноз еще в юности. Если захотеть, то нет ничего невозможного в том, чтобы внешне соблюдать общепринятые нормы. Но знаете, мне жаль Ривер, но с другой стороны, я ей завидую. Я актриса, я играю всю свою жизнь. Не только на сцене, но и вне ее, практически каждую секунду. И я достигал в этом успеха, потому что у меня не было другого выбора. Для меня это единственная возможность быть нормальной. А Ривер, она не такая. Она стала сезгоем и отказалась учиться небытием. Не знаю, был ли у нее выбор или нет, из храбрости этой или из трусости. Бывают дни, когда я просто не могу больше притворяться. И тогда я понимаю, что уже слишком поздно. Та Изабель, которую все знают, всегда на виду, а настоящая я уже давно стала чужой. Наверное, в конце концов, я просто завидую ей. Хм, никогда не встречал женщину с таким диагнозом? Ну, фактически ты и не встретил. Это не наше дело, пойдем. И на этом все, дорогие друзья. Собственно, вот мы застали этот разговор в библиотеке. Это, кажется, магазин как раз-таки Изабель и Николаса. Поскольку я помню. Вот, и на этом все. Да, следующий серий будет совсем скоро. С вами был Денис, и спасибо за ваше время. Продолжение следует... Продолжение следует...